Все бегут в честь Дня России. Третий раз в городе проходит праздничный забег в день национального праздника. У памятника Фрунзе собрались как самые юные спортсмены, так и ветераны легкой атлетики. Общее количество участников – 180 человек. Мероприятие такое красочное. Проводим его не на стадионе, как обычно проводятся легкотектические соревнования, а вот вынесли его фактически в центр города, чтобы посмотрели и зрители, и спортсменам было интересно разнообразие. Сегодня погода, я считаю, что вообще прекрасная. Нет такого палящего солнца и нету дождя, как в прошлом году. Третий год подряд организаторы стараются сделать состязания международными. Пока получаются только межрегиональные. В этом году в город невест приехали спортсмены из Костромы. Такие пробеги, они не нужны, они необходимы. И местные спортивные власти, и власти не только спортивные, они обязаны проводить такие мероприятия, потому что это одно из главных средств пропаганды за здоровый образ жизни. Потому что бегать могут все, бегать могут везде, в любое время года, в любой обуви. Преград-то нет. Дистанции разные в зависимости от подготовки спортсменов – до трех километров. Первый забег ветеранский. Преодолеть нужно расстояние в один километр. Пробежать мимо памятника, по набережной, до Соковского моста и вернуться к финишу. Не состязание, рассказывают участники, а сплошное удовольствие. Бегунам в этой категории от 50 до 80 лет. Здесь я потому что занимаюсь спортом уже 34-й год. И последние, наверное, лет 8 не пропускаю ни одного соревнования на территории Ивановской области и соседних регионов. Спорт нужен для того, чтобы быть всегда в тонусе, быть всегда здоровым. Ну и работа моя связана с тяжелыми физическими нагрузками, поэтому их легче преодолевать, имея спортивную подготовку. Бегу и спортивному азарту все возрасты покорны. Участники забега рассказывают, победа здесь не менее важна, чем участие. А выиграть у сильных соперников вдвойне приятно. Здесь никто не сдается. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.